Не мифический, а настоящий. Официальный сертификат, выданный комитетом Книги рекордов Гиннеса, может поддержать каждый. Главный врач областной станции переливания крови не скрывает своей радости. Он гордится тем, что мировой рекорд принадлежит Оренбургу. Ровно 7 140 людей в одном месте, в один момент, слились в едином порыве и сделали это. И, наверное, эта капля и символизировала единение и готовность людей разных профессий, разных политических убеждений, если хотите, разного рода занятий студентов, рабочих, но всех объединяло одно – это готовность прийти на помощь ближнему ради спасения его. Это уже стала доброй традицией – каждый год ко дню донора устраивать масштабные акции. Живую каплю крови, которую станция переливания крови устроила в этом году, запомнят люди надолго. Ведь не каждый год простому человеку выпадает возможность стать рекордсменом мирового уровня. И пусть с 18 мая прошло уже ровно 5 месяцев, ее участники до сих пор помнят каждый момент. Я очень горжусь тем, что я пришла туда. Это дрожь. Даже не могу выразить это словами, как я счастлива. Самый главный и волнительный момент, наверное, был та самая минута, когда шел отсчет, отсчет, когда мы составили эти минуты. Прям немножко так замирало сердце. Оренбургская капля крови стала не только самой большой и многолюдной. Она побила и другой рекорд. На областной станции переливания крови никто и думать не мог, что такое зрелищное событие принесет такие результаты. Тысяча, триста человек, молодых, впервые, первичных, активных доноров пришли на станцию переливания крови после этого мероприятия. Мы были шокированы. Мы даже не думали, что настолько будет такой результат. То, что живая капля крови привлекла внимание к донорству, это без сомнений. Благая цель акции нашла отклик у людей. И более того, у начинающих доноров она укрепила веру в то, что даже капля крови может оказаться решающей в жизни человека. Ну, я каждый раз, когда сдаю кровь, в принципе, испытываю такое состояние с тревожностью небольшой. Потому что каждый раз оно по-новому. Наверное, донорство нужно рассматривать как часть, как индикатор, один из индикаторов, наверное, нравственного и духовного и физического здоровья нашего общества. Елена Файма, Дмитрий Примачек. Новости дня.